Натюрморт с цветами. Мастер-класс в союзе художников Санкт-Петербурга. На выставке на солнечной стороне. Возьмем холст размером 60 на 70. Вначале затонируем его прозрачной краской. Это марс оранжевая фирма Мастер-класс. Она разводится на пенене. Пенен это разбавитель номер 4. Но можно взять и другой разбавитель, который предназначен для масляной живописи. Рисунок наносим средней кистью, тоже краской. Намечаем основные массы предметов, не вдаваясь в детали. Постепенно уточняем их силуэты. Исправить рисунок и стереть ненужные линии можно чистой тряпочкой, смоченной в разбавителе. Когда рисунок готов, можно приступать к подмалевку и вводить основные цвета. Начинаем делать подмалевку большой кистью, флейцем. Это щетинная кисть, она лучше втирает краску в холст. Прокладываем основные цветовые пятна. Вначале не очень корпусно. Фон также пишем флейцем. Краску можно смешивать с белилами. Так как фона очень много в работе, сначала напишем именно его. Он задаст колорит всей картине. Фон также пишем фон. Постепенно переходим к более мелким цветовым пятнам. Это розы, фрукты. Берем обобщенные основные цвета. Большой свет, большую тень. При необходимости делаем мягкие касания к фону, пока краска сырая. Это даст больше пространства. Цветы, например, не должны быть вырезанными или приклеенными к фону. Они мягко списываются и как бы вплавляются в него. Подобрав нужные цвета, уточняем форму предметов. Например, листья, их характер, пластику. Сравниваем, насколько один цвет темнее или светлее другого. Мягко вплавляем мазки в область вазы. Она также мягко сплавляется с фоном. Сырую краску можно перемешивать прямо на холсте. В основной локальный цвет добавляем сразу разные оттенки, чтобы живопись была более богатая. Взаимодействие теплых и холодных цветов делает живопись разнообразнее. Постепенно уточняем форму цветов. Один край может быть более четким на фоне, другой списываться с ним, чтобы цветы казались объемными. Задний план пишем более широко, то есть крупными мазками. Переходим к переднему плану. Он будет более ярким и контрастным. Переходим к переднему плану. Он будет более ярким и контрастным. Найденные цветовые отношения продолжаем уточнять. Разбираем по цвету и тону фрукты. Не забываем смотреть на весь натюрморт в целом, чтобы сохранить тональную цветовую гармонию. Передавая форму объем предметов, необходимо следить, где какая сторона, мягкий переход между сторонами, если это круглый предмет или овальный, значит там будут более плавные переходы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Общее пятно винограда, например, разделяем в некоторых местах на отдельные ягодки. Делаем на них свет, рефлексы и кое-где блики. Блик – это не просто белая краска и чистая белила. Блик тоже имеет свой цвет и свой оттенок. Субтитры создавал DimaTorzok Прописываем передний план более подробно, чем задний. Кувшин также уточняем по форме. Ищем в нем обилие цветовых рефлексов. В нем отражаются и красные, и синие драпировки, и оранжевый апельсин. Но рефлексы не разрушают общего тона и цвета всего предмета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Под конец добавляем детали и самый яркий свет на розах – на лепестках. Уточняем их форму, пластику. Затем обобщаем лишнее, то что менее выразительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА